Общественность интересует культура. Именно сохранение объектов наследия и проблемы охраны памятников были вынесены на круглый стол общественной палаты. У работников Департамента культуры проблем море, а решений нет. Поэтому встреча с представителями общественности была воспринята как подарок. У нас чиновников только ленивые уже не бьют. Вот понимаете, вот чиновники виноваты не охраняют. Поверьте, коллеги, мы охраняем изо всех сил. Но вот как охранять дом Дюрингера, если там 125 собственников, и никто не хочет вообще охранные обязательства-то вообще-то выполнять? И как только мы начинаем выполнять эту охрану, вспомните историю Шуэль, Александр Михайлович. Значит, народ выходит с лозунгами, митингует и говорит, не смейте охранять, потому что я здесь живу, я хочу, и мне это дорого стоит. В городе множество культурных объектов. Два памятника 17 века, объекты 19-20 веков, здания конструктивизма 20-30-х годов. Все пережили нелегкие времена. Можно также выделить два периода слома, исчезновения этих памятников. Во-первых, большевики постарались в 20-30-х годах. Вот комплексы на площади Революции, комплексы на площади Пушкина. И, во-вторых, в годы перестройки особенно не сломаешь. Там общественность была очень сильная, выступала, в этом я сейчас скажу несколько слов. Ну и в годы перестрелки, так называемые, то есть 90-х годов, вот это совершенно беспредел начался. Выявленные объекты культуры охраняться должны как федеральные, только денег на них не выделяют, поэтому и приходится. Изыскивает средства проводить работу с населением. Муниципалитеты на баланс памятники брать не хотят. Жители исторически значимых домов отнекиваются и говорят, что они о какой культурной важности не знают. И бедная старушка, которой, извините, мне хочется поставить пластиковые окна, она встает, а мы становимся плохими, потому что, нельзя, а где же я возьму на это денег? Чтобы поставить не пластик, а поставить дерево, и чтобы оно соответствовало. А эксперты нам еще скажут, а тут вообще вот не так, тут даже на форточке открываться вот так. У историков-краеведов своя правда – сохранить как можно больше объектов, определить предмет охраны и взять под опеку. У чиновников и экономистов один ответ – денег нет. Все здания должны принести какую-то пользу. Они строились в старые времена для конкретных целей, а сейчас жизнь изменилась. И все изменилось. И численность населения, размещение населения по территории и потребности и так далее. И поэтому возникает главная проблема, что потом делать с этим объектом. Наверное, сохранять. Представители общественной палаты предложили озвученные на заседании проблемы рассказать депутатам облдумы. В этом году по федеральной программе «Культура России» в регион поступил 41 миллион рублей. Эти средства – капля в море реставрации. Уйдут деньги в большинстве на составление проектно-сметной документации. Шуйские мерные весы и звонница, Лежневская колокольня.